Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Владимир Сизов, ректор Вятского социально-экономического института, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, добрый день. Добрый день. Ну, я думаю, что накануне женского праздника так неэтично и неуважительно будет, да, как по отношению к прекрасной половине не поздравить в начале программы. Вот поздравим, потом уже перейдем к нашим серьезным мужским темам. Да, обязательно. Всех поздравляю, женщин, с праздником весны, с вашим замечательным женским праздником. Вы знаете, буквально накануне программы мне попались на глаза результаты социологических исследований, что в первую очередь женщины хотят получить в подарок на 8 марта. Вот согласно данным одного из исследований, 76% за то, чтобы деньги живые подарили женщины. На втором месте ювелирные украшения, ну и так далее, всевозможные интересные вещи. Ну, это, наверное, правильно, чтобы женщина сама могла выбрать себе подарок, потому что мы, мужчины, к сожалению, иногда не понимаем их запросы. А вот результаты онлайн-исследований, что покупают мужчины в подарок для своих женщин через интернет-магазин, в первую очередь востребованы книжки, как ни странно. Хороший-хороший показатель, да? Ну, странно в наше время. То есть, наверное, мужчины очень хорошо думают о женщинах, но это и слава богу. Ну, у нас сегодня в передаче в основном такие экономические темы, серьезные, и хочу я начать с антикризисного плана на 2016 год. Документ этот подписал премьер Дмитрий Медведев 29 февраля. Документ обширный, там 120 пунктов. Реализация направлена на поддержку различных отраслей экономики и населения. Общая стоимость этих антикризисных мер почти 470 миллиардов рублей. Вот лишь одни из направлений деятельности. Кредиты регионам, это основная масса денег из этого плана, 310 миллиардов рублей. Поддержка автомобильной промышленности, 90 почти миллиардов. Поддержка инвалидов и так далее и тому подобное. Ну, вы, по крайней мере, вкратце ознакомились, я думаю, с этим планом, и как его оценивать? Да, мне было любопытно. Я его прочитал вообще полностью. Но не могу сказать, что изучал. Достаточно обширный, занимает больше 60 страниц. И впечатление двойственное на самом деле. Потому что вот эти 470 миллиардов, во-первых, для того, чтобы победить кризис в стране и выйти на устойчивое развитие, эта сумма-то очень маленькая. То есть даже когда кризис был 2008-2009, суммы выделялись в разы больше, по-моему, в 5 раз больше, там о триллионах шла речь. Кроме того, 470 миллиардов выделяется далеко не на все проекты, которые там заявлены. Там заявлено более 40 различных проектов, которые финансово поддерживаются. Но из них по 23, по-моему, проектам, как таковой, финансы не расписаны, откуда они будут взяты. То есть остальные, там 20 проектов, да, там источник, это федеральный бюджет. Ну или другие какие-то источники, которые понятны. А по остальным непонятно. Там такая звездочка стоит и, так сказать, написано из дополнительных источников. Из каких непонятно? Ну, в принципе, понятно. То есть если будут деньги в бюджете во втором полугодии этого года, а деньги могут как появиться? Ну, если вот цена на нефть вдруг неожиданно поднимется, и деньги польются, вот тогда эти проекты будут профинансированы. А если нет, так значит нет. Исходя из 20, по-моему, долларов за баррель рассчитан антикризисный план или побольше? Нет, побольше. Ну, вот как министр Шулюкаев, он на 2016 год озвучивает цифру 35 долларов. Но хотя это именно такой средний показатель. При хорошем раскладе. Есть, конечно, и негативные, так сказать, тенденции. Там и по 25 рассчитывается. Но, в принципе, исходит из 35. Вообще принятие этого антикризисного плана в первый день весны не поздновато. Мы уже вроде как два месяца прожили, а тут только еще принимаем антикризисный план. Или не стоит заострять на этом внимание? Вы знаете, да, может быть, не стоит заострять, потому что какие-то меры принимаются. И антикризисный план был и в 2015 году, и он был, может быть, немножко поспешный. Во всяком случае, не так сильно продуманный. Я хочу сказать, что мне, в принципе, сама структура плана понравилась. Я так планированием занимаюсь и скажу, что продумано неплохо. То есть, если бы поспешили, может быть, было бы хуже. Может быть, было бы хуже. Не все там, конечно, идеально. Некоторые вещи непонятные, вот как я беру источники финансирования. Но некоторые продуманы неплохо. В частности, по тем направлениям, куда точно выделяются деньги из федерального бюджета, они, я считаю, что объективно. То есть, вы почувствовали, что специалисты приложили руку? Ну да. То есть, если брать 2015 год, там в основном все-таки наши финансовые структуры, банки. Банковские асферы, да, в первую очередь поддерживались. А до реального сектора экономики, то есть до промышленности, для тех, для производителей, как всегда, ничего не доходило. Здесь же все-таки нацеленность, во-первых, на регионы. Потому что, ну вот и наша Кировская область, она же в долгах. Все заложено, перезаложено. Ну то есть, именно потому что надо было выполнять майские указы, то есть финансировать. Майские указы, конечно, выполняются, но область в результате, так сказать, в полном дефиците. Они выполняются скорее, чем не выполняются? Они скорее выполняются. Скорее выполняются все-таки, конечно, да. Потому что там, где они не выполняются, просто главы регионов летят. Головы их не летят. И здесь, понятно, раз мы устойчиво стоим, значит, у нас все выполняется. Ну вот, как-то так, да. А сейчас все-таки вот эти кредиты, которые регионы набрали, они будут гаситься, ну, частично, мне кажется, там все-таки сумма, хотя она, кажется, такой большой, 321 миллиард, но все равно это недостаточно большая сумма, чтобы все кредиты погасить. А для простого населения нашей страны вот этот антикризисный план, он что означает? Мы будем жить вот на том же уровне, на котором живем в последнее время. Или чуть-чуть у нас лучше состояние будет? Или еще мы как-то провалимся в своих доходах? Ну, еще раз скажу, что не могу сказать, что я уж очень глубоко проанализировал, но вот из того, так скажем, беглого анализа, нет, лучше жить не будем по этому антикризисному плану. То есть реальные доходы населения и, прежде всего, пенсионеров, к сожалению, в этом плане, так сказать, они, наверное, будут падать. Ну, вот давайте, да, ближе уже к населению, уже о планах, вернее, прогнозов другого ведомства, но тоже являющегося, конечно, частью правительства. Я имею в виду Министерство экономического развития. Делает оно прогнозы в отношении социально-экономического развития страны до конца 2019 года. Ну, уж не знаю, можно ли это называть развитием. Ну, вот какие там есть пункты. Замораживание зарплат бюджетникам, замораживание накопительной части пенсии, то, что мы уже имеем. Ежегодная индексация пенсии будет производиться только лишь на 4%. Сокращение реальных расходов в масштабах государства на здравоохранение, образование, культуру. Вот вы тоже так пессимистично смотрите в будущее. Ну, по этому году да. По 2016 году все-таки надо быть реалистом. Вряд ли мы... Ну, дай бог, если остановится скатывание. Вот, скажем так, низ. То, что будет развитие, так сказать, улучшение к возвращению к прежним показателям, вот это даже сомнительно. То есть, есть, мало того, по тенденции скатывание дальше. То есть, ну, вот еще, конечно, первый квартал не закончился, но первые месяцы показывают, в общем-то, отрицательную динамику по многим показателям. Давайте надеяться, но лучше, что к концу года все-таки мы именно выровняемся и какая-то стабильность наступит. Что касается вот... А условия-то для этого какие должны быть? Ну, условия-то в нашей экономике, которые, собственно, на нефть, на газ, то есть, к сожалению, условия-то цена на ту же нефть, на тот же газ. И, мало того, кроме цены должны быть еще и продажи, объемы продаж, потому что сейчас, если вы следите за новостями, то там, значит, как-то сокращаются объемы поставок. То тут, ну, во всяком случае, если не сокращаются, то какие-то такие негативные приходят известия о том, что могут быть сокращены. Поэтому, с одной стороны, должны быть объемы, а с другой стороны, должна быть цена. Антикризисный план, о котором мы с вами чуть-чуть раньше говорили, но он предполагает, вот вторая его часть, вторая там по структуре экономики, предполагает все-таки начать развитие различных отраслей, то есть, так называемая диверсификация экономики, что происходило. Но, опять-таки, я не заметил, что какие-то большие деньги на это выделяются, то есть, не большие деньги, абсолютно. То есть, с такими деньгами, надо как минимум в пять, в десять раз больше, я вам честно скажу, чтобы произвести действительно такой революционный переворот в экономике. То, что сейчас делается, это латание дыр. Поэтому, и, наверное, Министерство экономического развития дает такой достаточно пессимистический прогноз. Он пессимистический, безусловно, да, то есть, но я хочу сказать, что Министерство экономического развития, вот сколько ни смотреть, специально посмотрел, какие прогнозы оно дало в 2008 году, какие прогнозы оно дало в 2012 году. Тоже не особо, да? Нет, они все время ошибаются. Ошибаются? Они все время ошибаются. А они в какую сторону, в большую или в меньшую ошибаются? То есть, прогнозируют, что плохо, но вышло лучше, либо лучше, но плохо. Раньше, раньше они все время прогнозировали лучше, а выходило хуже, да. Сейчас они спрогнозировали плохо достаточно, плохой сценарий. Вот мне интересно, то есть, он в какую сторону не оправдается. Он, конечно, не оправдается, с моей точки зрения, только в какую. Хорошо бы он не оправдался в лучшую сторону. Если, значит, судить по их прогнозам, то у нас в 2015-2016 году должно быть развитие, там, в ВВП, по всякому случаю, 7%, вот они такое прогнозируют. 7? Ой. А у нас минус, по-моему, 3,5 или 3,8% оказывалось. В общем, не доверяем тогда, так скептически относимся. Да, будем надеяться на лучшее, но тот прогноз, который... Ну, они, собственно говоря, не говорят, что это именно сценарий, который положен в основу, они его отрабатывают. То есть, у них еще есть месяц для того, чтобы его утвердить. То есть, они вбросили, наверное, так сказать, в общество или специалистам, чтобы обсудить, посмотреть, какие прогнозы. Ну, мне лично кажется, что все-таки будут лучше. Я как-то, наверное, оптимист по жизни, и тот прогноз, который они как бы-то печально нарисовали, действительно, там все плохо. То есть, до 2020-2019 года и так-то, в общем-то, плохо живем, но они предполагают, что еще на 10-15% все будут хуже жить. В общем, поживем, увидим, что называется. К теме бизнеса хотелось бы перейти. Вот в какой часть. 1 марта президент наш Путин встречался с бизнесменами в рамках съезда торгово-промышленной палаты. Вот что он там заявил. Основная цель власти, по словам Путина, это развитие малого и среднего бизнеса в качестве инструмента диверсификации отечественной экономики. Диверсификация, то есть расширение ассортимента товаров. Мы говорили, как раз, об этом с вами. Согласны с этой позицией? Ну, конечно, потому что основная проблема российской экономики, это то, что она, как мы говорили, ресурсоориентирована. То есть, нет различных точек приложения. Ну, есть, но они не так развиты. Но здесь вот, понимаете, какая проблема, когда мы уповываем на малый и средний бизнес, ну, во-первых, малый и средний бизнес все-таки в нашей стране, они не дают тех объемов экономики, допустим, да, показателей, которые они дают в развитых странах. Там, возьмем Америку, там, до 80 процентов все экономику делают, малый и средний бизнес. А у нас это вот какие-то крохи остались, еще недобитые, так сказать, бизнесмены. Действительно недобитые, да. Все-таки основа это все-таки крупный бизнес, государственный бизнес в том числе. И когда провозглашается цель, что давайте диверсифицировать экономику за счет малого и среднего бизнеса, вот у меня недоумение. Давайте диверсифицировать ее, но давайте начнем как раз с крупного бизнеса. То есть, если мы вспомним период индустриализации, сталинской, так сказать, да, это же была государственная программа, это был именно крупный, как бы мы сейчас сказали, бизнес. То есть, государство занималось различными отраслями промышленности, а не... Ну, НЭП тоже был, но он плохо кончил. Поэтому, на мой взгляд, может быть, я чего-то не понимаю, что имелось в виду. Но за счет малого и среднего бизнеса диверсифицировать экономику в нашей стране в настоящее время невозможно. Вот по словам президента, крупный бизнес и компании, в том числе, которые с госучастием, должны больше помогать своим младшим коллегам, в том числе, в сфере госзакупок. Вот что-то плохо мне верится в том, что крупному бизнесу это интересно, и будут они помогать своим... Понимаете, в нормальной экономике, то есть, в рыночной экономике, такой, как бы, термин, как помощь, он, скажем, опять-таки, звучит немножко странно. Выгодно или невыгодно? То есть, если выгодно помогает, причем выгода может быть именно заключаться в том, что помочь сейчас какой-то компании, потому что потом это принесет тебе же какие-то дивиденды и успех. А государство занимается тем, что создает реальные механизмы, экономические механизмы, правые механизмы для того, чтобы вот эта помощь была выгодна, в том числе, и крупному бизнесу или государству. А что значит помочь? Давайте создадим условия, тогда люди сами, предприятия крупные, не то, что будут помогать, им будет просто выгодно осуществлять поддержку вот этих малых предприятий. А такой вариант, как объединение малых предприятий? Ну, вот есть несколько разрозненных, да, не очень крупных, и они как-то вот создали крупный свой холдинг, свои предприятия. Ну, опять-таки, если им это будет выгодно, это возможно, это и происходит иногда. Но обычно, наверное, наоборот происходит, то есть как-то стараются развиваться малые предприятия до крупных, если есть такая возможность. И наоборот, если брать антимонопольное законодательство, то, по идее, крупные какие-то монополисты должны быть разделены на более, ну, может, не мелкие предприятия, тоже крупные, но все-таки, так сказать, чтобы не было сосредоточено власть в одних руках. Граница была видна, заметна, да? Ну, да, то есть на Западе это активно происходит у нас, обычно наоборот. А как вы к этому, то есть с президента отнеслись, когда он с осторожностью отнесся к целесообразности накачки экономики деньгами, поскольку это, в том числе, наносит удар по малому и среднему предпринимательству? Ну, многие же говорят, что мало у нас денег. Да, это да, это с позиции Глазева, которую я поддерживаю, но в данном случае, возможно, вы не совсем точно идею передали. Ну, возможно, да. Ну, или я не точно понял, потому что на съезде-то шла речь фонд промышленного развития, то есть который хотел бы выпустить свои там акции на 400 миллиардов рублей, то есть, ну, таким образом. И президент говорил насчет того, что вот эти 400 миллиардов рублей, акции, не акции, все равно, то есть, они поступят же в экономику, да, то есть, это тоже деньги, только другого рода, да, а они как бы лишние, избыточные. Вот он об этих деньгах говорил, как мне кажется, вот, и, ну, если эти деньги не будут ничем обеспечены, то, конечно, вопрос, они тоже какую-то роль в разгоне инфляции могут сыграть. Я напомню, что это особое мнение Владимира Сизова, ректора Вятского социально-экономического института. У нас есть еще время до перерыва, и я хотел бы перейти к теме подготовки новой редакции Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации. Авторы, собственно, новой редакции говорят о том, что устарел КОАП наш, он разрабатывался 15 лет назад. И если посмотреть на проект этого документа, там много всего интересного. Вот хотелось бы, чтобы вы высказали свое мнение. Ну, надо сказать, говорится, что вот на последнем заседании рабочей группы Госдумы, которая готовила этот документ, выяснилось, что на то, чтобы реализовать его в полной мере денег-то нет, собственно. И непонятно, когда он будет реализован, когда он вступит в силу. Вот, в частности, есть такой пункт в новой редакции КОАП, предусматривающий ликвидацию юрлица или прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя за административное правонарушение. Сейчас такого нет. Ну, если это грубое административное правонарушение, грубое и неоднократное, или неоднократное, возможно, да. Ну, возможно, да. Потому что ведь, ну, тут надо, конечно, конкретные примеры, но когда какое-то предприятие или индивидуальный предприниматель грубо нарушает некие правила, которые могут привести к тяжелым последствиям для здоровья населения, в том числе могут быть и смертельный исход. Ну, мы, допустим, знаем сейчас в Кирове, ну, так сходу я просто какие-то примеры, когда с крыш сосульки падают, снег, по идее, это административное правонарушение, потому что собственник обязан поддерживать крыши. Ну, это в настоящее время статья уголовного кодекса, там, невыполнение работ и так далее. Вот это уже уголовное. Но я, насколько знаю, вот просто сталкивался с этим, административно за это тоже накладывают штрафные санкции. На счет уголовного не знаю, но по административному накладывают штрафные санкции за неочищенной крышей, допустим, да. То есть, и действительно, если, ну, тут, может быть, это не столь строго, но если это привело к каким-то таким, может быть, последствиям, сами понимаете, что, наверное, надо как-то таких собственников или предпринимателей в том числе наказывать, ну, просто запретом заниматься деятельностью на самом деле. Тут, может быть, крыша не самый удачный пример, но то, что вот сходу приходит. Ну, понятно, понятно, да. Еще такая норма, возможно, появится. Будет введена состязательность судебного процесса по административным делам. То есть, то, что вот сейчас происходит в уголовном суде, в арбитраже. Ну, уголовное-то, значит, я не знаю, состязательность гражданской, так сказать. А, гражданской. Гражданское праве, да, оно у нас состязательное. И мне кажется, состязательность, это всегда лучше, чем вот такая обвинительная направленность. Вот уголовное право у нас как раз обвинительную направленность имеет, а состязательность это вот я приветствую только. И в том числе и в административном праве, если это ведут, мне кажется, это шанс отбиться, скажем так, от неправомерных наездов в каких-то органах. Но это дополнительная ведь нагрузка на судебную систему, да? На судью непосредственно. Безусловно. Ну, на судью-то скорее, знаете, на те стороны, которые будут судиться, потому что они должны доказываться, в общем-то, достаточно, так сказать, более качественную правоту своих позиций, чем было до того. То есть вы поддерживаете? Я это поддерживаю. Да, возможно, было бы, что называется, справедливее решение в итоге. Еще содержится пункт о том, что у нас привлечение к административной ответственности сейчас у нас с 16 лет, как известно, в некоторых случаях будет осуществляться с 14 лет. 14 лет у нас сейчас уголовная ответственность. Понимаете, я не так хорошо знаю все-таки правовую систему, то есть, насколько известно, родители несут ответственность за тех подростков, скажем, которые... Правонарушителей. Да, которые не достигли возраста несения ответственности. Поэтому, в общем-то, разница-то в чем? То есть, сейчас несут родители, а там понесет непосредственно сам нарушитель, и у нас все-таки в административном, ну, этом кодексе, в основном, это штрафы. А в 14 лет он все равно своих собственных денег не имеет, точно так же, значит, будут нести ответственность родители, как и несли. Поэтому я вот здесь эту норму, ну, я, понимаете, может быть, не понимаю просто, что хотели законодатели ей вложить. То есть, все равно будут родители нести ответственность. И в том, и в этом случае. Дальше веселее, дальше веселее. Если ты, находясь на борту самолета, выпил, устроил скандал, то все, тебе запретят пользоваться, ну, непонятно чем. То ли услугами этой авиакомпании, то ли вообще летать на самолетах. Ну, вот есть такая норма в номере досыков. Ну, как я понял, то есть, я слышал об этом, об этом дискутируется. Но, как я понял, вообще, да, летать на самолетах, ну, на мой взгляд, должно быть ограничение, это нормальное ограничение. Ну, единственное, что не навсегда надо. Не навсегда. Ну, как вот с правами, допустим, ты нарушил, да? Лишен право на два года. На какое-то. Так же лишен права летать на два года. Это, мне кажется, нормальная идея такая. Хорошая идея. Все-таки будут как-то сдерживать потенциальных таких буянов. Для выпивающих на улице тоже какие-то новые ограничения будут предусмотрены. Их, возможно, не будут пускать на тот же стадион. Содержится это в новой редакции. Все, как вам это? Я просто думаю, как реальность это будет делать. Ну, выпил, пошел на стадион. То есть будут все стоять эти охранники и замерять у каждого промилля. Тогда должно быть в законе прописано, со сколькими промилля можно на стадион, а сколько нельзя. Потом ведь должны быть права еще замерять. Сейчас это вот у ГИБД такое право есть. А у тех, кто охранники на стадионе, у них такого права нет. Поэтому вот эта норма, она последует за собой кучу таких подзаконных актов. Ну, нужно и в законы очень хорошо прописывать. Вот это очень непросто, я скажу так, скажем, реализовать. Вот таким, напомню, может быть новая редакция Кодекса об административных правонарушениях. Но еще раз повторюсь, что власти констатировали факт, что денег на это надо много, и денег этих нет. Предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу. Я напомню, что это особое мнение Владимира Сизова, ректора Вятского социально-экономического института.